Добрый вечер! Итоговый выпуск Часа новостей на 12-м канале в студии Любовь Фёдорова. И вот главные события этого дня. В морозы без горячего питания. Дети проводят в учебных учреждениях меньше 4-х часов. Почему поварам не хватает продуктов для школьных обедов? И когда столовые возобновят работу? Отвлекающий манёвр? Если сейчас посыпем зерном, оно придает сил животным, да, и более питательно, чем сено. Как зоозащитники пытаются отвадить косуль от городской жизни? И почему встреча с грациозным животным на дороге может серьёзно ударить по семейному бюджету? Вода камень точит? Фу, а здесь вообще невозможно дышать. Где-то там в конце труба льёт потоком вода. Серьёзная коммунальная авария в Омской многоэтажке. Задыхаются сотни человек. Яйца вместо суши с доставкой. Роллы в прошлом. А мечам предлагают побаловать себя куриными домашними яйцами. Необычные предложения на сайтах объявлений. Выгодно, но безопасно ли? Из Нигерии в капризную Сибирь. Почему доктор-афроамериканец сменил континент и покоряет медицину в северной глубинке? В начале выпуска о массовых отключениях света без электроэнергии. Остались жители сразу в нескольких районах области и почти половина города. В соцсети в считанные минуты заполнили видео с потухшим регионом. Судя по комментариям, люди всерьёз обеспокоены. Не придётся ли сидеть без света слишком долго? Изначально амичи думали, что сбои в подаче энергии произошли из-за накрывшей область метели. Однако, как выяснилось, причина в другом. На проблемную ситуацию оперативно отреагировал губернатор Виталий Хаценко. Поручил министру энергетики выехать на подстанцию. Нам удалось связаться с Владимиром Шнипко. И он подробно рассказал о том, что произошло на объекте. Также подчеркнул, работы по восстановлению электростабжения ведутся. Специалистам потребуется примерно один час. Предварительный осмотр подстанции указывает на то, что видим физические повреждения самой подстанции и оборудования, которое в ней расположено, нет. Сработала аварийная защита. Предварительно она сработала ошибочно, как программное обеспечение. Поэтому специалисты в дальнейшем будут расследовать этот инцидент. В настоящее время у нас сейчас подключены Любинский, Саргатский, Тарский, Мухтиншинский районок. И дальше постепенно будут прокручаться остальные районы и город Омск. Из-за мощной бури сразу несколько областных трасс закрыты для движения. Ограничения введены в экстренном режиме. Местами скорость ветра достигает 25 метров в секунду. Это штормовые показатели. Полный список перекрытых дорог на ваших экранах. Водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок. А если все-таки нужно отправиться в путешествие, следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. И это только начало. Синоптики обнародовали неутешительный прогноз. В Омске могут ударить суровые морозы. Температура начнет понижаться уже завтра. А в пятницу столбики термометров упадут до минус 35. Ну а пока в регионе бушует метель. Дорожные экстренные службы по-прежнему работают. В круглосуточном режиме, несмотря на то, что в поле вывели дополнительную технику, расчистить весь город оперативно, говорят специалисты, просто невозможно. Снег тоннами вывозят на полигоны. К другим темам. В ближайшие дни школы, которые остались без горячего питания, должны вернуться к обычному режиму работы. Сейчас в образовательных учреждениях ребята находятся меньше 4 часов. Проблемная ситуация на личном контроле у мэра. Сергей Шелест заверил, что столовые должны возобновить работу максимально оперативно. В чем причина нехватки продуктов и как решают проблему, все подробности в репортаже Ангелина Руновой. Зимние каникулы позади, и омские школы вновь распахивают свои двери перед учениками. А вот школьные столовые нет. Ученики сразу девяти учебных учреждений остались без горячих обедов. Родители обеспокоены, в дело уже вмешалась прокуратура. Прокуратура города Омска проводит проверку в части организации питания школьников. В ходе проверки прокуратура даст оценку бездействия поставщика питания и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. А пока правоохранители регистрируют жалобы мам и пап, руководители школ спешат успокоить омичей. Отсутствие горячих блюд – лишь временные трудности. В образовательных учреждениях сменился поставщик продуктов. Теперь питанием учеников займется московская компания. Такие перемены требуют перекомплектации пищеблоков. И ее как раз проводят в эти минуты. Предварительно столичная фирма будет кормить учеников 36 омских школ. Ситуация на личном контроле мэра Сергей Шелест заверил. Проблема будет решена в ближайшее время. Уважаемые омичи! Знаю, что родители учеников ряда омских школ обеспокоены сменой поставщиков питания и временными заминками в организации обедов для детей. Разделяю эту обеспокоенность. Поставщики питания максимально оперативно оборудуют пищеблоки и нанимают персонал. Конкурсы по заключению контрактов на организацию питания в школьных столовых проходят каждый год. И в этом из 146 учебных учреждений поставщики сменились в 98 заведениях. В 9 не обошлось без накладок. Впрочем, в эти минуты поставщики принимают все меры для исполнения обязательств. И, как отмечают в городской администрации, понесут ответственность за срыв учебного процесса. Департаментом образования и школами четко контролируется процесс питания в учреждениях. И мы не позволим снижения качества питания и не допустим нарушения санитарных норм. Сейчас школы, ученики которых остались без горячего питания, перевели на сокращенное расписание. Дети проводят в учебных учреждениях меньше 4 часов. Между тем, специалисты мэрии рассчитывают, что к привычному режиму работы школы вернутся в ближайшие дни. Англия Нарунова, Павел Манжос, 12 канал. Для отлова косуль в Омской области начали применять сети. Пойманных животных отвозят в лес, чтобы выпустить в естественную среду обитания. Нашествие копытных продолжается в регионе. В связи с этим даже пришлось ввести режим повышенной готовности. Люди говорят, на городских улицах косуль уже встречают чаще, чем бродячих псов. Самые неравнодушные организуют сборы для помощи лесным животным. Анастасия Вишова расскажет подробнее. Очередная косуля. Машина немного ее сбила. Это видео в нашу редакцию прислал неравнодушная меч. Дмитрий Лишевич рассказывает. Ехал по делам, на одной из заживленных магистралей увидел раненое животное. У косули повреждена лапа. Чтобы дикий зверь в поисках укрытия не сбежал вглубь города, его пришлось связать. Приехали сотрудники, сейчас ее зафиксируют хорошо, покажут ветеринарам. И такие истории случаются ежедневно, о мечи говорят. Сейчас на городских улицах косули встречаются едва ли не чаще собак. Напуганное животное застревает в заборах и выскакивает под колеса автомобилей. Итог такой встречи ударит по карману водителя. Штраф в 40 тысяч рублей придется заплатить за причиненный ущерб природе. С 1 января по 9 уже зарегистрировано 40 ДТП именно наезд на животное. Министерство природы обращается на возмещение ущерба по данной особи косули. И непосредственно, если у водителя транспортное средство застраховано, то здесь проблем никаких не возникнет. Ну а если же нет, то тогда уже в частном порядке идет обращение через мировой суд. Такие ДТП это одна из причин, считают волонтеры, по которой находят раненых животных. Чтобы отогнать косуль от города, активисты делают прикормки. С помощью неравнодушных амичей Татьяна Пальшина собрала порядка 50 тысяч. Вот замечательное зеленое сено, разнотраве, насколько мы тут можем посмотреть. Бруски сена выкладывают с определенной периодичностью, чтобы проложить так называемую тропу, которую ведет косуль в привычную среду обитания – лес. Они будут двигаться, 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 чуть-чуть наклонились, взяли корм, жуют, проглатывают его и с поднятой головой. Прошли чуть-чуть, двигаются, чтобы не быть легкой добычей, чтобы не мог на них сконцентрировать хищник зрения. И сейчас посыпем зерном. Оно придает сил животным, да, и более питательно, чем сено. На территории Птичьей гавани достаточно хорошая кормовая база для того, чтобы дикие животные сбегались именно сюда. Амичи уже неоднократно видели косуль именно на этой территории. И сейчас поступила информация о том, что здесь находится сразу шесть таких животных. Однако развернуть операцию по спасению животных специалисты не могут из-за погоды. В сильную метель и в темноте животных просто не видно. Ловить их будут уже завтра. Первое. В какой стороне ставить сетку? Каким образом туда доставлять людей? Потом там надо будет сначала снегоходом натоптать тропы в нужных местах, так, чтобы облегчить расстановку этих сетей. И потом будем спугивать в эту сетку, чтобы косули в них запутались. Сейчас, отмечают специалисты Минприроды, миграция косуль постепенно идет на убыль. А значит, вполне возможно, что дикие животные скоро уйдут из города. Анастасия Вишова и Сергей Ленвейбер, 12 канал. Новый фильм «Инструкцию» 12 канала о кибермошенничестве будут показывать на уроках в омских школах. Ну а сегодня премьера картины в нашем телеэфире. Говорили разные угрозы, по типу, убьем тебя, сдадим органы. Попал в аварию или в больницу, нужны срочно деньги. Мошенники все больше используют свои деятельности на нейросети. С их помощью генерируют речь. Было украдено 8 миллиардов рублей. Это мой способ сейчас покаяться, можно так сказать. Сейчас могу лично извиниться за все, что сделал. Тема актуальна в Омской области всплеска дистанционного и телефонного мошенничества. За год количество случаев возросло практически на треть. Причем теперь в сообщниках у аферистов искусственный интеллект. Злоумышленники начали использовать нейросети и подделывать голоса. Как это происходит, кто в зоне риска и как отличить фальшивку от оригинала, выясняла автор фильма Юлия Думанова. Также свои истории расскажут те, кто попался на уловки, среди них даже знаменитости. Более того, преступные схемы злоумышленники стали вовлекать и детей. Жертвами и пособниками аферистов становятся школьники, начиная с седьмого класса. Поднимается тема получения легкого заработка. Эти действия всегда приводят к печальным последствиям, какие бы меры конспирации не принимались. И что немаловажно, эти мысли звучат от самих отступившихся молодых людей, которые сейчас отбывают заключение в местах лишения свободы. Поэтому данный фильм будет использован нами именно в профилактических целях, как наглядное пособие при встречах сотрудников полиции с учащимися омских учебных заведений. Злоумышленники сейчас используют нейросети, поэтому мы решили провести собственный эксперимент, посмотреть, действительно ли можно подделать голос человека, в данном случае это мой голос, чтобы научиться отличать фальшивку от оригинала и вообще посмотреть, как все это работает. Но вообще миссия нашего проекта, если после просмотра хоть один человек не станет жертвой мошенников, значит у нас все получилось и все было не зря. Итак, премьера фильма «Кибер-жертвы. Карты, деньги, два звонка» уже сегодня в 20 часов сразу после итогового выпуска новостей. Каждый конверт бережно хранят. Бойцы, которые сейчас находятся в зоне СВО, рассказали о своем отношении к письмам школьников. Недавно военные получили очередную партию посланий и записали ребятам трогательные видеоответы. Такие обращения можно сказать редкость, ведь зачастую у солдат просто не хватает времени на обратную связь. Как детское слово помогает выжить в бою, расскажем в нашем материале. Спасибо за то, что защищаете нашу Родину. Мы в тылу гордимся вами. От всего сердца желаю вам смелости и стойкости. В руках солдат письма и рисунки от омских школьников. Эти трогательные послания написали накануне Нового года, специально ко Дню Героев Отечества. Кто-то из юных авторов ждет возвращения домой родного человека, а кто-то просто искренне хочет передать частичку тепла незнакомым людям, которые защищают рубежи родной страны. Я тебя очень уважаю и думаю, что ты храбрый, смелый и сильный. Я знаю, что ты любишь нашу Родину и поэтому ее защищаешь. Строчки самые простые, но, по словам бойцов, каждая из них поднимает боевой дух. Это неподдельная детская искренность, поддержка. Из Омска области на территорию, где ведется специальная военная операция, постоянно едут тонны гуманитарного груза, обмундирование, одежда, полезные вещи, ну и, конечно, письма от детей. Эти послания за ленточку отправили ученики 91-й школы. Мне важно мирное небо над головой. Важно каждый день просыпаться с мыслью о том, что все хорошо. И я очень уважаю солдатов. Я написала письмо, в котором пишу свою благодарность солдатам, которые сейчас находятся в боевых действиях. И вот сейчас ребята могут увидеть то, как рады их письмам, получив видеоответ со словами благодарности от бойцов. Военные признаются, не всегда есть время на обратную связь, но уверяют. Все послания они бережно хранят, перечитывают и порой даже носят с собой как оберег. Хочется сказать вам, что мы свое слово сдержим, мы победим врага и вернемся там. Победа будет за нами. Екатерина Булучевская, Анастасия Донец, 12 канал. И вот какие материалы мы покажем во второй части программы. Оставайтесь с нами. Вода камень точит. Фу, а здесь вообще невозможно дышать. Где-то там в конце труба льет потоком вода. Серьезная коммунальная авария в Омском многоэтажке. Задыхаются сотни человек. Из Нигерии в капризную Сибирь. А какой он вообще лучший сфер медицины? Ну из-за этого я здесь. Почему доктор-африканец сменил континент и покоряет медицину в северной глубинке? Испанский танец на китайской сцене в исполнении омских звезд. Наши земляки отправились на гастроли в Поднебесную. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Аквабан. Для тех, кто ценит время и комфорт. Экспресс-мойка автомобилей Аквабан. Лукашевича 14, дробь 6. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. Сотни человек задыхаются в Омской многоэтажке от паров канализации. С последствиями серьезного порыва на коммуникациях пытается справиться аварийная бригада. Однако остановить поток нечистот так и не удалось. У людей уже начались проблемы со здоровьем, а из-за постоянной сырости в подъезде, по словам жильцов дома, может вот-вот обрушиться лифт. Слово Анни Лукинец. Самое страшное, в самые морозы из-за влаги обледеневает шахта, лифта, тросы и существует угроза обрыва лифта. Как на пороховой бочке. Собственники квартир в этом доме живут уже полгода. В подвале разлились реки из сточных вод. В комнатах невозможно дышать. Евгений Гололобов говорит, страдают все вплоть до верхних этажей. И с каждым днём ситуация становится только хуже. Неоднократно обращались в управляющую компанию, в госжилинспекцию, прокуратуру, Роспотребнадзор. А ВОЗ и ныне там. Люди дышат всеми этими отходами. Со слов жильцов, аварийные бригады несколько раз выезжали на место, чтобы откачать дурно пахнущее озеро. Но это не решило проблему. Вот здесь дыра, она прикрыта просто картонкой. Это нормально, да? В таком удручающем состоянии здание находится с августа. Зато для грибка и насекомых условия идеальные. А в подвал второго подъезда и вовсе не зайти. Последствия канализационного коллапса ощутили на себе сотни семей. Зоя Черкай живёт здесь с основания дома 30 лет. Признаётся, о капитальном ремонте ещё и речи не было. Но и таких глобальных аварий Аничка тоже не помнит. Фу, а здесь вообще невозможно дышать. Где-то там в конце труба льёт потоком вода. Во-первых, запахи идут до самого верха. В квартире уже дышать нечем. Во-вторых, вода, вот эта сырость, первые этажи точно сырые. И до девятого этажа, говорят, канализации воняют. Это, ну как можно жить здесь? Я не могу уснуть, пока чего-нибудь не намажу себе под нож, чтобы было немножко перебить этот запах. Наша съёмочная группа обратилась в управляющую компанию. Представители обслуживающей организации узверждают, коммуникации давно изношены, да ещё и канализационную систему неправильно эксплуатируют. Вот подвал и топит. Впрочем, после вмешательства 12-го канала решение проблемы всё-таки нашлось. Наблюдается повреждение на участке от соколя дома до колодца. Вчера вели переговоры с подрядной организацией, которая сегодня нам механическим способом окажет услугу по механической прочистке системы канализации. Специалисты уверяют, устранять последствия аварии будут сообща и как можно быстрее, чтобы жители дома наконец вернулись к нормальной жизни. А в мае месяце планируют заменить повреждённый участок трубы. Анна Лукинец, Дмитрий Альгебченко, Занат Аксанов, 12 канал. КАМАЗ сбил ребёнка прямо на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Индустриальной. Подробности рассказали в госавтоинспекции. Сам момент ДТП попал на видео. Судя по кадрам, больший груз не успел затормозить и буквально протаранил 11-летнего мальчика. Он находился на зебре вместе с мамой. Установлено, что за рулём КАМАЗа сидел 66-летний Амич. Как пояснил водитель, пешеходов он заметил, но быстро остановить многотонную машину не смог. Ребёнок с травмами средней степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение. К другим темам. Онлайн-рынок покоряют куриные яйца. Предприимчивые фермеры устраивают акции распродажи и готовы организовать доставку в любую точку города. Спрос на домашнее яйцо резко вырос после скачка цен в супермаркетах. Между тем, яичный бизнес таит немало рисков. Могут ли продавцы гарантировать качество товара? И что на этот счёт думает Россельхознадзор, рынок изучили наши корреспонденты. Вот такими объявлениями сегодня пестрит интернет. Роллы в прошлом. Амичам предлагают побаловать себя куриными домашними яйцами по сниженным ценам. Купить продукт можно на сайте бесплатных объявлений. Условия продавца в одни руки не менее трёх десятков. Покупателям положен новогодний бонус. Бесплатная доставка на дом. Маленькие, крупные, белые, тёмные продукт на любой вкус и цвет. Средняя цена за десяток 130-150 рублей. Партия в 300 штук обойдётся дешевле до 120 рублей. За качество продукции фермеры ручаются. Готовы отчитаться, чем кормят кур. Домой идёте или на прогулку? Нет, домой. У меня дети маленькие. Они качественные? Я вот звоню всем, пытаюсь выяснить. Конечно, качественные. Мы отнесём за него ответственность. Это же продукт. Проверку какую-то проходили? Мы в Америкурии отправили. Онлайн-рынок набирает обороты и предприниматели даже делят территории. Один частник готов поставлять продукт жителям Кировского округа. Другой предлагает свои услуги Чикаловскому посёлку. Не обделены вниманием жители Амура, нефтяников или Выбережья. Между тем, эксперты предостерегают. Яичный бизнес специфический. Продукт быстро портится и сайт бесплатных объявлений не всегда гарантирует качественный товар. Эта продукция не подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе. Откуда она получена, неизвестно. То есть возникает реальная угроза заболевания населения болезнями, которые могут передаваться через куриное яйцо. Это гриб птицы. Сейчас в некоторых магазинах стоимость яиц достигает 170 рублей. Причины подорожания изучает Генпрокуратура России. Крупные птицефабрики ссылаются на курс валют, всплеск птичьего гриппа, подорожание топлива. Но в Омске ситуацию отчасти всё же удалось взять под контроль. На сегодняшний день отпускная цена с сельхозпредприятий варьируется от 74 до 85 рублей за десяток, в зависимости от категории яйца. Это самая низкая отпускная цена в Сибирском федеральном округе. В сетях средняя цена по данному мониторингу составляет 140 рублей. Специалисты продолжают проводить ревизии в магазинах и на производствах, проверять цифры в накладных поставщиков. И, вероятно, скоро спрос на яйца несушек на сайтах бесплатных объявлений сойдет на нет. Валентина Шемякина, Ангелина Рунова, Сергей Никифоров, Юрий Репин, 12 канал. В школах Омской области, которые будут построены в этом году, откроются инженерные классы. Их созданием займется Омскнефтехимпроект. Компания курирует модернизацию, техническое перевооружение и подготовку специалистов для предприятий нефтехимического производства и оборонно-промышленного комплекса. Идею нового проекта поддержал губернатор Виталий Хаценко. Сегодня он встретился с работниками предприятия и подрастающей сменой, школьниками и студентами, которые проходят здесь практику. Опыт подобных проектов у компании есть. В рамках программы «Школа-вуз-предприятие» для старшеклассников в подшефных школах созданы технические классы. Здесь ребята проходят курс дополнительной подготовки по профильным предметам алгебры, геометрии, физике, химии и другим. Теперь подобные классы, но уже с инженерным уклоном, на этапе строительства будут создавать в новых школах области. Между тем, омские школьники уже сегодня борются за право поступить в ВУЗ без вступительных экзаменов. Такой шанс есть у победителей Всероссийской Олимпиады школьников. В Омске стартовал региональный этап. Первым стало испытание по французскому языку на базе педагогического университета. Участниками этого тура стали 27 учеников 8-11 классов из Омска и области. Сегодня им нужно пройти лексико-грамматический тест, также выполнить задания на понимание письменных текстов и письменной речи. На все 4 часа всего амичам предстоит продемонстрировать свои знания по 23 предметам. В этом году интеллектуальные состязания пройдут на площадках шести высших учебных заведений региона. Всероссийская Олимпиада школьников занимает лидирующие позиции по количеству участников не только в нашей стране, но и во всем мире. Ежегодно ко всем этапам присоединяются миллионы ребят от Калининграда до Камчатки. За прозрачностью процедуры следят общественные наблюдатели. В целом в региональном этапе на данный момент заявлено к участию около 2,5 тысяч ребят. Попробуют свои силы в этом году в конкурсных испытаниях. Лучшие из лучших, те ребята, которые наберут нужное количество баллов или будут представлять регион на заключительном этапе, который у нас пройдет в марте-апреле этого года. Переехал из Нигерии в Омск. Прием пациентов в одной из омских поликлиник ведет, как он сам себя называет, афросибиряк. К медику уже выстраиваются очереди. Почему мужчина променял жаркую Африку на снежную Сибирь и уверен, что сможет построить карьеру именно в Омске, расскажет Юлия Думана. Прием на хорошем русском ведет врач-терапевт Агинемара Шедра Кафуя или, как его ласково зовут пациенты, доктор Марио. Давление у вас на умана 110 на 70. Родом из Нигерии, Марио работает в этой поликлинике два месяца. К иностранному врачу очереди записываются даже с других участков. Внимательно все доктор выслушал меня, все мои жалобы, назначил лечение. Хороший доктор. Если раз попадают к терапевту, к Марио, следующий прием они только идут к нему. Бабушки его любят. В Россию Марио приехал 7 лет назад. Все ради мечты. Стать врачом. Поступил в медицинский университет. Говорит, российское образование особо ценится в Нигерии. Быть доктором и помогать людям хотел с детства. Я знаю, что я могу помогать с моими знаниями. А какой вообще лучший спирт? Медицина. Ну из-за этого я здесь. Врачи это не просто профессия. Это жизнь, я могу так сказать. Язык Марио выучил быстро, заговорил буквально через месяц. Хоть и считал, что русский самый сложный в мире. А вообще о нашей стране знал немного. Говорит, читал в новостях и книгах, что сибиряки – суровые люди. И это не единственный стереотип. Стандартный медведь на улице. Это везде так думаешь. Медведи ходят по улице, да? По улице, да. Но я приехал, вообще-то совсем другое. Люди здесь очень добрые. Как вообще они относятся ко мне, вообще очень отлично. Марио говорит, больше всего в Сибири удивила погода. Ведь в Нигерии холодом считается даже плюс 15. Снега вообще не бывает. Его впервые увидел только в Омске. Это, кстати, тоже было мечтой. Привыкать пришлось и к русской кухне. Марио, я знаю, что ты никогда не пробовал селёдку под шубой. Практически наше национальное блюдо. Предлагаю попробовать. Не, не страшно, но интересно, да. Марио уже полюбил русские борщи и шашлыки. А удивила окрошка. В Нигерии кваса не существует. И вот новое открытие – солёная рыба. В Африке сырой её не едят. Ну, вкусно. Вообще вкусно, да. Ну, я не знаю, почему я раньше в этом попробовал. Сейчас это будет мой самый любимый салат. Марио говорит, думал, что как только получит образование, вернётся на родину, в Нигерию. Но в итоге решил остаться. В Омске нашёл работу и встретил любовь. Домосердце тоже работает врачом и спасает людей. Россия очень много мне дал. Мне дал сначала другую перспективу от жизни. Очень хорошее образование. Очень хорошее вообще место работы. Я вообще в России уже. Россия для меня уже родной. Русский практически. Да я русский. Я уже как афросибиряк. Юлия Думанова, Сергей Пайхалов, 12 канал. Омский музыкальный театр покоряет Поднебесную. Артисты отправились на гастроли по шести городам Китая. Они представляют испанский танец из балета «Лебединое озеро», партию Маши и принца из Щелкунчика, также известные хореографические миниатюры. Солисты театра не только выступают на галоконцертах, также дают мастер-классы и проводят творческие встречи. Известная балерина Нина Малеренко поделилась видео из Поднебесной. На кадрах девушка примеряет традиционные китайские наряды. Также омские артисты приняли участие в съемках художественного фильма «Гармония звучаний. Встреча культур Китая и России». Добавлю, что гастроли были организованы в рамках 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Табиев в ярости, омский авангард на выезде снова обыграл «Адмирал». На второй матч против дальневосточников Михаил Коровец оставил заявку без изменений. И это сработало, ведь уже на восьмой минуте Райан Спунер поразил ворота Василия Демченко. В целом, стартовый отрезок прошел под диктовку ястребов, а мячи перебросали соперника 16-10, однако удвоить преимущество смогли лишь после перерыва. Валентин Пьянов удачно подключился на пятаке, поразил чуть пошатнувшиеся ворота «Адмирала». Арбитров этот факт не смутил, в отличие от эпизода в третьем периоде, когда шайба все же пересекла линию ворот Хомченко. После тренерского запроса судей рассмотрели-таки помеху вратарю и гол отменили. Впрочем, уйти со льда с Сухарем омскому киперу не было суждено. За пять секунд до сирены форвард дальневосточников Александр Шевченко установил итоговый счет 2-1 в пользу омского клуба. Следующий матч команда Михаила Кравца проведет в Хабаровске против Амура 12 января. Еще о спорте. Состав омской волейбольной команды пополнился двукратной чемпионкой страны. Юные гонболистки выиграли золото на турнире в Тюмени, а Амичка и Скиф на этой неделе проведут первые в новом году выездные матчи. Подробности у нашего спортивного обозревателя Алексея Адарьева. Состав волейбольной команды Амичка пополнила действующая чемпионка страны бронзовый призер чемпионата мира среди молодежных команд Татьяна Щукина. В минувшем сезоне она защищала цвета московского «Динамо», в составе которого во второй раз за годы карьеры выиграла золотые медали чемпионата России. Нынешний сезон волейболистка начинала в составе клуба Суперлиги «Атом Курск». Рост центральный, блокирующий 194 сантиметра. В продолжение волейбольной темы. Уже на этой неделе, 12 января, в Южно-Сахалинске стартует матч седьмого тура чемпионата страны. Соперниками Амичек станут местный Сахалин и клуб «Муром». С «Муромом» наша команда суммарно провела шесть матчей, где каждый из соперников одержал по три победы. Разница партий 13-10 в пользу Амички. В первом круге нынешнего чемпионата страны подопечные Виктора Ушакова дважды обыграли «Муром» со счетом 3-0. С Сахалином наша команда впервые встретилась в стартовом круге нынешнего сезона. В рамках тюменского тура соперники обменялись победами с одинаковым счетом 3-0. Юные омские гандболистки заняли первое место на турнире «Сердце Тюмени», участие в котором приняли 12 команд, соревновавшихся в трех возрастных группах. Омская команда девочек под руководством тренера Дарины Жуковой провела три игры, в которых одержала три победы. Над соперницами из Тюмени 12-2, над командой мальчиков из Тюмени 10-5 и над оппонентками из Новосибирска 5-3. Таким образом, омская команда завоевала золотую награду. Что касается нашей главной гандбольной дружины, то первый месяц наступившего года будет для СИФа очень насыщенным. В рамках Суперлиги команда уже в предстоящее воскресенье, 14 января, сыграет в Волгограде с Каустиком, затем отправится в гости к уфимскому Акбузату, после чего примет на своей площадке «Динамо Сумбуль» из Снежинска. Алексей Дареев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok